Всем привет, ребята! Меня зовут Богатейщий Ди и добро пожаловать в новое видео. Биткоин проваливался ниже 18 тысяч долларов, а сейчас торгуется уже выше 20. Это значит, что он торгуется ниже пика предыдущего бычьего рынка в 2017 году, а такого не было никогда за всю его историю. Мы такого еще не видели, потому что всегда в прошлых циклах было так, что дно медвежьего рынка никогда не достигало пика предыдущего бычьего рынка. Если в прошлом бычьем рынке в 2017 году стригли хомяков, обычных мелких розничных инвесторов, то сейчас под стрижку попадают крупные инвестфонды, которые управляют активами на многие десятки миллиардов долларов. Именно поэтому мы и нарушили эту историческую закономерность. Но сегодня я расскажу об одной угрозе для криптовалютного рынка, которая может привести к еще большему падению биткоина, и она очень похожа на то, что произошло с Терролуной. Если это звучит для тебя интересно, не забудь поставить лайк, а также подписаться на канал, здесь мы регулярно говорим о самых громких и интересных событиях из мира криптовалюты. Давай наберем хотя бы 4000 лайков. Большое спасибо за твою поддержку. Итак, поговорим про Джастина Сана, создателя Трона. Он решил капитализировать глупость людей и создал свой собственный стейблкоин TronUSDD. Причем сделал он это практически после краха Терролуна и ее стейблкоина UST 5 мая 2022 года. Но Джастин не только создал свой стейблкоин, но даже купил монеты Трона, Биткоина и Тезера для его обеспечения. Если ты покупаешь такой щиткоин, как Трон, для того, чтобы обеспечить свой стейблкоин, наверное, не стоит в этот стейблкоин вкладываться. Все мы помним, как Терра Луна покупала биткоин, чтобы обеспечить UST. Падение биткоина уничтожило и UST, и Луну. А здесь Джастин покупает для обеспечения своего нового стейблкоина какой-то Tron. И мы видим, что его стейблкоин уже успел потерять привязку к доллару, хотя ему всего лишь чуть более месяца. При этом он не может ее восстановить. Терра Луна только что рухнула, а кто-то еще говорит о том, что очень хорошо было бы вложиться в TronUSDD. Новый алгоритмический стейблкоин от Джастина Сана. И этот стейблкоин обеспечен Tron и может быть атакован в любой момент, как и Терра USD в свое время. Интересно, что Джастин Сан называет революцией свой новый стейблкоин. Но если изучить его глубже, можно заметить, что USDD является полнейшей копией алгоритмического стейблкоина от Терра, который называется USD. Более того, даже сам блокчейн Tron является копией Эфириума. Даже белая бумага Tron оказывается плагиатом белой бумаги Эфириума. Теперь Tron копирует стейблкоин Терра Луны и, скорее всего, примет ее же судьбу. USD от Терра и USDD от Tron представляют собой алгоритмические стейблкоины, которые привязаны к американскому доллару. За обеспечение курса отвечает связка стейблкоина с его внутренней монетой. В случае с USDD это Луна, а в случае с USDD это Tron TRX. Крах Терра Луны и ее стейблкоина привел к каскадным распродажам на всем криптовалютном рынке. Биткоин из-за этого рухнул ниже 20 тысяч долларов, ведь многие институциональные фонды, такие как Celsius и 3 Arrow Capital, потеряли огромные деньги на Терра Луне и USD, что и привело к ликвидации их позиций на рынках. Фактически, крах Терра Луны привел к массовой стрижке уже институциональных инвесторов. Представь себе, что ожидает биткоин и криптовалютный рынок, если Tron и его новый алгоритмический стейблкоин рухнут. В свое время Терра Луна предлагала 20% за стейкинг своего стейблкоина, например, на площадке Ankor. С помощью Ankor Атерра привлекала инвестиции. И на пике в Анкоре было залочено почти 19 миллиардов долларов. Это был феноменальный рост для Терра Луны и USD. Но затем мы наблюдали коллапс всего, и коллапс этот был очень быстрым. 40-миллиардный проект потерял 99% стоимости за неделю и утопил весь криптовалютный рынок и биткоин. У Tron и USD есть нечто похожее, но с небольшим отличием. Justin предлагает не 20, а 30% за стейкинг USD. А вместо Ankor у них платформа под названием JustLand. В ней сейчас уже залочено чуть более полутора миллиардов долларов, что, кстати, странно. Видимо, коллапс Терра Луны и ее алгоритмического стейблкоина почему-то не напугал инвесторов, которые вкладываются в USDD. Очень удивительно, ведь схожести двух проектов Терра Луны и USD с Tron и USDD слишком очевидны. Очевидны также, как и то, что коллапс новой связки Tron и USDD может привести к очередному обвалу всего криптовалютного рынка. И поэтому есть только два варианта, два пути. Либо команда Tron сейчас находит финансовую помощь от инвесторов и фондов, которые в этом заинтересованы, и спасают привязку USDD к доллару США. И если это удастся, рынок отреагирует позитивно, и мы увидим рост биткоина. Либо же команда Tron не справляется с ситуацией, как в свое время Терра Луна. И тогда Tron переживет окончательный крах, а USDD упадет на самое дно, окончательно теряя паритет с американским долларом. Это приведет криптовалютный рынок и биткоин к новому хаотичному падению. Думаю, что это очень важная информация, о которой ты должен был знать, поэтому и поделился, хотя и не могу сейчас адекватно и комфортно записывать видео, потому что постоянно нахожусь в путешествии. На этом все, меня зовут Богатейщий Ди, увидимся в новых видео. До скорого. Субтитры сделал DimaTorzok